На мой взгляд, самое важное событие это все-таки изменение законодательства. Это те решения, которые были приняты правительством, и те решения, которые приняты в виде внесения изменений в федеральный закон по вопросам, которые касаются состояния шельфа. Такое, о шельфном законодательстве, внесение изменений в налоговый кодекс по льготированию добычи улеводорода в Арктике. На мой взгляд, это самое важное событие. В прошлый год была принята стратегия Российской Федерации до 2020 года в вопросах освоения Арктики, которая определяет приоритеты и направление развития комплекса освоения Арктики. Сейчас все больше и больше проводят такие конференции, то есть идет такая массированная, масштабная подготовка осмысления задачи и подготовка предложений, скажем так, на уровне стратегии уже конкретных компаний, стратегии правительства Российской Федерации, стратегии вопросов законодательного обеспечения, развития Арктики. И все это нарабатывает критическую массу подготовки к масштабному осмыслению Арктики, которая будет происходить уже больше 20-30-х годов нашего столетия. Сейчас только пока подготовка. Главная проблема, то что уже называлось, это климат Северной Арктики, сезонность работы, очень мало времени в году можно там вообще работать, сложная рядовая обстановка. Которая из года в год меняется, ну и клоидки последствий возможных аварий. То есть все это будет определять себестоимость добычи углеводородов, потенциальная себестоимость добычи углеводородов. И понятно, что освоение возможно только при рентабельной разработке месторождений. Есть конкуренция со стороны, в том числе, традиционных месторождений и добычи нефти и газа. Есть конкуренция со стороны трудноизвлекаемых, которые раньше не умели добывать, сейчас уже научились рентабельно добывать. И понятно, что только начало объемы добычи будут невысокие. Но этот путь, первый шаг, он самый трудный, потому что когда будут наработаны инновации, технологии, и тогда будет масштабное освоение. А вот первопроходством всегда будет очень тяжело. Поэтому тот опыт, который сегодня Россия получает на Сахалинском шельфе, на шельфе Охотского моря, или разрабатывая месторождение, то, что дело как помнить, Приразломное, Печорское море, этот опыт, он очень ценен для нас, для российских компаний. Будут результаты георазведки по тем лицензионным участкам, которые сегодня владеют Роснефть и Газпром. И будут более точно ценены запасы, как геологические запасы нефти и газа, так и экономически извлекаемые запасы. И после этого, я думаю, начнется более масштабное освоение Арктики.